Друзья, всем привет! У нас сегодня достаточно неоднозначная тема. Это вирус папиллома человека. И относительно ВПЧ достаточно много разных мнений вы можете встретить среди врачей, в интернете. Потому что у каждого свое видение относительно лечения вируса папиллома человека. Поэтому я хотела бы сегодня детально разобрать эту тему. И чтобы у вас было уже четкое понимание, что такое ВПЧ, как его обнаружить и что с ним, соответственно, делать. Чтобы после просмотра этого видео у вас уже не осталось никаких вопросов. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Гузель Курманова. Я практикующий врач, акушер-гинеколог, детский гинеколог, врач первой категории с огромным опытом работы в практической медицине. Сегодня мы с вами достаточно простым, доступным языком разберем, что же из себя представляет вирус папиллома человека. И в результате чего и как возникает рак шейки матки. Почему же эту тему я считаю действительно очень важной и актуальной. Потому что ВПЧ это основная причина развития рака шейки матки. И хочу начать обсуждение этого вопроса именно с того, как передается вирус папиллома человека. Основной путь передачи в ИПЧ преимущественно, конечно же, половой. То есть передается от одного полового партнера к другому. Существуют, конечно же, различные мнения относительно того, что вирус папиллома человека может передаваться от матери к ребенку в родах. Но все-таки основным путем передачи в 99% случаев является половой. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что если у человека обнаружен вирус папиллома человека, это абсолютно не значит, что у этого человека в дальнейшем будущем будет рак шейки матки. Почему же так происходит? То есть почему же наличие ВПЧ не свидетельствует о том, что в конце концов развьется онкологический процесс? Дело в том, что переход в стадию онкологического процесса напрямую зависит от состояния вашей иммунной системы. То есть от состояния вашего иммунитета. И состояние как раз таки иммунитета, оно определяется чаще всего состоянием первичного иммунитета. То есть тот иммунитет, который вы получили от родителей. И большинству людей на нашей планете как раз таки свойственно такое состояние иммунитета, что их организм вполне самостоятельно может справиться с вирусом папиллома человека. Также я хочу ваше внимание обратить на то, что на состояние иммунитета влияет очень много факторов. И я думаю, что ни для кого не секрет, что на состояние иммунитета влияет очень сильно окружающая среда, экологическая обстановка, вредные привычки, образ жизни человека. И человек более восприимчив к воздействию вируса папиллома человека тогда, когда у него происходит ослабление иммунитета. Поэтому основные рекомендации, которые я в первую очередь могу вам дать, это то, что необходимо больше отдыхать, больше бывать на свежем воздухе, физическая активность, следить за своим здоровьем. И если вы ведете здоровый образ жизни, у вас нет никаких вредных привычек, то, соответственно, вероятность того, что вирус папиллома человека в вашем организме когда-либо спровоцирует онкологический процесс, она достаточно мала. И здесь, кстати, хочу отдельно остановиться на таком важном факторе, который влияет на иммунитет, как курение. Я не буду вам сейчас говорить о том, что курение это плохо. И не буду детально останавливаться на том, что курение пагубно влияет на состояние здоровья. Каждый человек сам вправе решать, курить ему или не курить. Но вы должны четко понимать и осознавать, что курение, оно может подтолкнуть к развитию онкологического процесса, в частности, к развитию рака шейки матки. Поэтому выводы делайте сами. Также провоцирующим фактором к развитию рака шейки матки являются анальные виды половых контактов. Почему? Потому что такой вид половой связи является достаточно травматичным для половых органов. И очень часто при анальных половых контактах возникают ранки, трещины, что может быть провоцирующим фактором для развития рака шейки матки. Поэтому, если вы в своей жизни используете такой вид половых отношений, то обязательно пользуйтесь барьерной контрацепцией. То есть здесь я веду речь именно про презервативы. Да, к сожалению, презерватив, конечно, на 100% не спасет вас от ВПЧ, но, по крайней мере, он снизит вероятность возникновения данной инфекции. В различных источниках вы можете встретить такую информацию, что прерывание беременности, аборты, они могут провоцировать возникновение рака шейки матки. В частности, это касается прерывания беременности путем выскабливания полости матки. Почему же это может провоцировать рак шейки матки? Потому что при выскабливании полости матки шейка матки расширяется расширителем гигара. И если на этой шейке есть вирус папиллома человека, то, соответственно, при травматизации это может создать дополнительные благоприятные условия для развития нехороших процессов. Поэтому, если вы сделали прерывание беременности по типу выскабливания полости матки, то после этого рекомендуется обязательно сходить на осмотр к гинекологу и обязательно пройти осмотр шейки матки методом кольпоскопии. Кстати, очень важный момент для тех девочек, кто планирует беременность. Я всегда рекомендую обязательно проверять шейку матки перед планированием беременности. Обязательно делать развернутую кольпоскопию. Очень часто я слышу от пациентов, что доктора говорят, не надо трогать шейку до родов. Вот родишь, тогда и займешься шейкой. Вот это в корне неправильное утверждение. Почему? Потому что в родах как раз-таки точно так же может произойти травматизация шейки. И если на этой шейке есть вирус папиллом у человека, то это может подтолкнуть к развитию опять же не очень хороших процессов. Поэтому обязательно перед планированием беременности идем на прием к гинекологу, делаем кольпоскопию. И если при кольпоскопии доктору что-то не нравится, то тогда уже доктор берет ткань шейки матки и отправляет этот участок шейки на гистологию. Отдельно хочу остановиться на тех женщинах, у которых есть отягощенная наследственность. То есть, если у вас в роду, у мамы, у бабушки, у кого-то по женской линии был рак шейки матки, то это значит, что вы находитесь в группе риска по возникновению рака шейки матки. Поэтому вам тем более обязательно необходимо ежегодно проходить осмотр у гинеколога с обязательным проведением кольпоскопии, чтобы у доктора была возможность детально посмотреть вашу шейку. Давайте немножечко с вами поговорим про сам вирус папиллом у человека. На самом деле, типов ВПЧ на сегодняшний день известно достаточно много. Все типы ВПЧ подразделяются на высокоонкогенные, среднеонкогенные и низкоонкогенные типы. Наибольший интерес, конечно, среди акушер-гинекологов представляют высокоонкогенные типы ВПЧ. Вообще, всех типов ВПЧ на сегодняшний день известно порядка 700. И из них прицельное внимание наше, конечно, направляется на группу высокоонкогенных типов ВПЧ. Почему? Потому что они в большей степени приводят к развитию онкологических процессов. Вот. И львиную долю среди этих высокоонкогенных типов ВПЧ по развитию рака шейки матки занимают, конечно же, такие типы ВПЧ, как 16 и 18. Я думаю, что многие из вас тоже об этом слышали. Как же провести диагностику ВПЧ? То есть, как определить, есть ли в вашем организме, на вашей шейке вирус папиллом у человека? Здесь берется анализ. Анализ берется из влагалища в кресле. Вот. И этот анализ – это ПЦР-диагностика. То есть, таким образом забирается мазочек в кресле и отправляется в лабораторию. Этот анализ называется ВПЧ-скринингом или ВПЧ-типированием. Как же лечить вирус папиллом у человека? Этот вопрос на сегодняшний день вызывает достаточно много дискуссий и не только среди врачей. То есть, кто-то говорит, что да, лечим, кто-то говорит, нет, лечить не нужно. Вот. Как же на самом деле поступить, если у вас обнаружился вирус папиллом у человека? Во-первых, если у вас есть местные проявления ВПЧ в виде кандилом, я всегда за то, чтобы их удалять. Потому что это, как ни крути, это инородное тело, вот, которое при определенных обстоятельствах, при определенных провоцирующих факторах может пойти в рост. Поэтому я пациентам всегда рекомендую хирургически убирать. Удаляется лазером. Это достаточно простая манипуляция. Делается она под местной анестезией и ничего такого сложного в этой процедуре нет. Решающим фактором в принятии решения относительно тактики наблюдения пациентов с ВПЧ является результат мазка на онкоцитологию. Если у вас пришел результат мазка на онкоцитологию хороший, то есть каких-то злокачественных клеток и иных образований в мазке у вас нет, но при этом у вас обнаружили высокоонкогенный тип ВПЧ, то в таком случае я всегда рекомендую пациентам просто наблюдать эту шейку ежегодно на медосмотре. То есть обязательно в контроле делаем мазок на онкоцитологию, кольпоскопию и ВПЧ-скрининг. Раз в год этого будет более чем достаточно. Если же мазок на онкоцитологию пришел не очень хороший, то есть если он показывает уже наличие измененных клеток, то есть вы можете увидеть в мазке такие результаты, как дисплазия, плюс наличие высокоонкогенных типов ВПЧ, то здесь уже, конечно, требуется лечение. Очень много вопросов возникает относительно иммуномодулирующей терапии при вирусе папиллома человека. Скажу вам сразу, что абсолютно нет никакой гарантии, что при назначении иммуномодулирующей терапии вирус папиллома человека будет побежден на 100%. Дело в том, что у всех, как я уже выше сказала, состояние иммунной системы бывает достаточно различным. Если у вас хорошая иммунная система, то организм очень быстро сможет справиться с вирусом папиллома человека. Если иммунная система работает не очень хорошо, человек часто болеет, то, соответственно, даже при назначении иммуномодуляторов мы можем и не увидеть хорошего результата. Поэтому это тоже крайне важно учитывать. Очень часто, кстати, слышу еще в своей практике такие вопросы. Я давно не живу половой жизнью, поэтому не вижу смысла ходить к гинекологу и что-то сдавать. То есть у меня нет половых партнеров и я считаю, что у меня все чисто. Однако отсутствие половых партнеров абсолютно не означает, что у вас нет вируса папиллома человека. Вполне возможно, что он же может жить уже давно, то есть тогда, когда вы вели половую жизнь. И, соответственно, потихоньку он может расти. И через какое-то время, если будет какой-то провоцирующий фактор, то вирус папиллома человека может подтолкнуть к развитию онкологического процесса. Поэтому показатель такой, что живете вы или не живете половой жизнью, абсолютно не является критерием для оценки наличия или отсутствия вируса папиллома человека. И даже если вы не ведете активную половую жизнь, то в любом случае посещение гинеколога являются обязательными для всех женщин. Хочу сейчас отдельно остановиться еще на той ситуации, когда у пациентки обнаружена истинная эрозия. Истинная эрозия, внимание, не является показанием для того, чтобы шейку лечили, то есть чтобы ее активно начали прижигать. Потому что для прижигания есть определенные строгие показания, как мы уже с вами выше разобрались. Поэтому, если вам сказали, что у вас есть эктопия или эрозия шейки матки, и вам обязательно нужно ее прижечь, то я бы на вашем месте не спешила. То есть, прежде всего, необходимо обязательно оценить состояние маска на онкоцитологию, сделать кольпоскопию и ВПЧ-скрининг. Относительно планирования беременности при наличии эктопии и эрозии. Эктопия и эрозия шейки матки не является противопоказанием для планирования беременности. Поэтому вы можете спокойно беременеть, рожать. Но самое главное, обязательно наблюдайте свою шейку. Потому что, если у вас есть эрозия шейки матки, то вы находитесь в группе риска. И поэтому вам обязательно ежегодно нужно приходить на скрининг к гинекологу. Очень часто мне задают такой вопрос, что передается ли вирус папиллома человека при использовании барьерной контрацепции. То есть, при использовании презерватива. Здесь сразу вам объясню. Смотрите, вирус папиллома человека, он же живет не только на половом члене вашего партнера. Точно так же он может обитать и на мошонке, на других кожных покровах в области гениталии вашего полового партнера. А презерватив вы используете только на половом члене. Соответственно, когда происходит соприкосновение кожи и слизистых вашего партнера с вашими слизистыми, то вполне вероятна передача вируса папиллома человека. Поэтому всем настоятельно рекомендую перед тем, как вступать в половые контакты с половым партнером, обязательно проверяйте полового партнера на наличие инфекций, передающихся половым путем. И еще, кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что при удалении местных проявлений ВПЧ, в частности, при удалении кондилом, если вы не отправляете своего полового партнера также на удаление кондилом, первый половой контакт у вас есть огромная вероятность, огромные шансы заполучить эти кондиломы заново. Поэтому на это тоже обращайте всегда внимание. Если это видео было для вас полезным, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!